КОД БЕЗОПАСНОСТИ Мы расскажем чуть поподробнее о бизнесе, связанном с информационной безопасностью, о том, какое место на нем занимает компания КОД БЕЗОПАСНОСТИ и какие продукты она разрабатывает. Давайте начнем с сам бизнес. Как бы вы его охарактеризовали? С моей точки зрения, это очень неплохой бизнес. Почему? Потому что он интеллектуальный. Второе, то, что ты создаешь ценность, то есть ты создаешь продукт. Не просто услугу и из каких-то кубиков собрал, а ты делаешь вещи. И похоже, что чем дальше, тем более востребованной будет эта задача. Ты становишься наукой и можешь трансформировать теоретическую науку, причем которая очень-очень современная, она находится прямо на грани. На стриях. Да. Можешь трансформировать ее в прикладные продукты, которые используются в нашей обычной повседневной жизни. Не знаю, записываете своего ребенка в садик или какое-нибудь большое министерство или ведомство работает. Вот это мы. Защищается от компьютерных атак или защищает ваши персональные данные или конфиденциальную информацию. Поэтому бизнес неплох. Если смотреть с финансовой точки зрения, почему бизнес неплох? За три года мы выросли в три раза. Да, и это можно говорить... Не на каждом рынке такое может быть. Да. При условии того, что рынок растет приблизительно 15% в год. Но даже не в этом суть. У нас за пять лет мы выросли со 170 человек до 500. И здесь не потому, что мы не можем дальше расти, а только потому, что людей таких очень мало на рынке. При всем уважении мы их выращиваем у себя. То есть мы сами заключаем договора с институтами, мы привлекаем студентов на практику. Мы потихоньку их выращиваем через институт, гуру и так далее. В общем, ребятам очень интересно работать. Поэтому это высокодоходный бизнес. И мы рассчитываем, что он масштабируем. То есть если сейчас рынок сбыта в основном это Российской Федерации, а потребность в наших продуктах и технологиях, она всемирна. Мы, кстати, говорили в прошлой нашей серии, что многие сейчас страны начинают задумываться, даже не просто корпорации, компании и люди, а страны начинают задумываться о так называемом цифровом суверенитете. В связи с этим вопрос. А наши российские разработки, вот ваши разработки, вообще других ваших коллег по российскому рынку, они конкурентоспособны, востребованы за рубежом? Технологии востребованы и становятся все более и более востребованы. У нас беда, как всегда, с продвижением, с маркетингом, с продажами. Еще раз, мы отличные инженеры-программисты, но с точки зрения маркетинга надо понимать, что рынок ушел вперед лет на 20. То есть наши западные коллеги, они внедрялись в это все. И они строили весь этот фундамент. То есть они строили отрасли экономики, которые построены на IT-технологиях. И, соответственно, туда уделялись вопросы и обеспечению безопасности. У нас есть очень хороший шанс. Почему? Первое. Наши механизмы безопасности, они независимые и могут быть наложены на существующую инфраструктуру без ее изменения. Это первое. Второе. А нас еще помнят за рубежом как о хороших математиках и хороших программистах. Это правда так. И шанс здесь есть. И ежели мы ничего не прячем за спину, идем с открытыми руками и создаем с ними совместные предприятия для развития. То есть страна не рассматривается как рынок сбыта, в который приехали бусы продать очередные. А речь идет о защите их инфраструктуры, критической инфраструктуры, совместном исследовании продуктов и технологий. Бизнес получается. И у нас есть успешные примеры в регионы Южной Америки. И вот сейчас мы собираемся открывать представительство на Ближнем Востоке. Эта отрасль как-то регулируется? Очень жестко. То есть раньше в этом было очень мало порядка на самом деле. Но изначально в России все было хорошо. Почему? Потому что безопасность вышла все-таки от спецслужб, от армии. И здесь порядок у нас есть. Но там это все не так. Сейчас сильно закручиваются гайки. Почему? Потому что на Айки построена безопасность страны. Да. И к этому очень большой не только интерес, но и контроль. Но это может быть даже и хорошо с точки зрения развития рынка. Имиджа. Имиджа России как... Во-первых, мир становится биполярным. Ну, даже не биполярным, а многополярным. И люди задумывались об этом цифровом суверенитете. И они ищут способы, как это сделать. И поэтому русские, если они предлагают способы решения, и это прозрачно, получается очень неплохо. Хотя бы несколько слов об основных продуктах. Ну, это защита рабочих станций и серверов. Это продукт с 20-летней историей. Это так называемый секретнет-студио. Это многофункциональный. Это основа цифрового суверенитета. В котором заложены механизмы внешнего контроля, встроенных механизмов безопасности в операционную систему. То есть, мы снаружи контролируем операционную систему американского производства. И можем, если что, там что-то блокировать. То есть, по сути, защитить свои собственные данные. Конечно. Пользуясь инфраструктурой. Да, дальше это защита сетей. Это продукт, который у нас занимает больше половины нашего оборота. Это континент. На континентах построено очень много критичных информационных систем. Не знаю, такие как Платон, национальные системы платежных карт. Центр управления войсками и так далее, так далее, так далее. Да, там гисконтингент. И, как бы, это основа, которая дает возможность безопасно передавать данные из точки А в точку Б. Дальше это защита виртуализации. Здесь у нас вообще все очень неплохо. Это в России. А что подробнее виртуализации? Мы защищаем платформу виртуализации. То есть, мы контролируем возможность администратора администрировать виртуальные машины. То есть, чтобы он случайно что-то не сделал плохого с вашими виртуальными данными. Это, в принципе, монополистический продукт в Российской Федерации. Есть очень крупные внедрения. Это первый продукт, который был позитивно воспринят западными аналитиками, такими как Гартнер, включен в их исследовательские репорты. И который имеет наиболее простую историю на Западе. В смысле, в зарубежной истории. И защита мобильности. Но это пока первые шаги в силу несильной использованности корпоративной мобильности. Вы уже говорили, что бизнес наукоемкий. Как вы оцениваете необходимые инвестиции в эту область? Ну, все просто. Мы 50% чистой прибыли направляем на развитие бизнеса. На разработки. Да. А разработки – это и есть люди. То есть, если люди увеличились со 170 человек до 500 за 5 лет. Это и есть эти инвестиции. Но люди, дальше технологии – это тесные связи все-таки с зарубежными компаниями, производителей определенных, мы так называем, движков, которые мы используем у себя. Еще раз. Продукты сейчас – это не просто создаются одной компанией. Они создаются в сообществе с многими компаниями. Вот тот же континент. Но в нем участвует порядка 5-6 компаний в создании глобально. Но за это мы уверены и в качестве продукции. Она совершенно не намного хуже. Там же есть тот же Касперский. Мы используем движки Касперского. Поэтому перспективу очень позитивно мы оцениваем. Как вы оцениваете рынок заказчиков? То есть, вам приходится самим раскачивать, обучать в большей степени потенциальных клиентов? Или со стороны заказчиков есть очень глубокое понимание проблемы? И они сами требуют… Сильно мир поменялся. Раньше все-таки у нас был бизнес так называемый комплайнс, когда мы обязаны были соответствовать требованиям регулятора. Потом следующая фаза случилась. Мы стали инфраструктурным решением. Не решением по безопасности, а инфраструктурным. То есть, на нас строили сеть, защищались рабочие станции. А потом мы стали вдруг критичны. То есть, в силу захвата инфраструктуры, без нас уже системы не работают. И к нам предъявляются очень высокие требования со стороны заказчиков. Поэтому понимание пришло. А это подтянуло за собой все остальное. То есть, подтянуло за собой службу сервиса, департамент сервиса, который обрабатывает инциденты от заказчиков и улучшает продукты. Это обратная связь как раз. Одна из точек, составляющих качество продукции. Это подтянуло за собой обучение. То есть, раньше у нас был один учебный центр, сейчас их 11. Это подтянуло за собой порядка 60 договоров с институтами, с вузами и средним методом, в которых мы учим студентов, даем им лабораторию, даем методические. У вас там преподаватели или что, курсы? В том числе. И мы сами читаем курсы. Мы оттуда берем студентов на практику. Мы оттуда куем вот этот ученый потенциал. Нет другого способа, к сожалению. То есть, ниоткуда. Специалистов на рынке отсутствует. В любой, на самом деле, отрасли, которая находится на острие прогресса, там просто так и должно быть. Специалисты создаются в самом процессе роста. Просто их не так много, к сожалению, на рынке. Это очень большая беда. И меня спрашивают, почему ты не можешь так быстро расти, не знаю, на 200-300%. Первое – это ограничения в людях. Второе – это ограничения по так называемой рентабельности бизнеса. Почему? Потому что у нас больше половины – это железный бизнес. И рост больше 25% – он просто опасен. Он может порвать компанию. Поэтому мы стараемся вот таки сейчас. Мы входим в трешку самых больших компаний наравне с лабораторией Касперского и Инфотексом. Поэтому мы очень аккуратненько идем. И совсем коротко, мы уже, по сути, начали об этом говорить, про планы на ближайшие 3-5 лет. Выйти на какие-то крупные рынки, создать новые продукты, защитить новые отрасли, новые угрозы. Ну, отрасли сами к нам приходят. То есть, если раньше мы работали в основном с государством, теперь это и госмонополия, и это в том числе коммерческий рынок, это самое главное – выйти на зарубежный рынок и стать а-ля Касперский. У нас для этого есть все – ресурсы, опыт, компетенция, продукция. Да, и сейчас уникальные изюминки. Мы прям готовы сделать большую экспансию с этим. Ну, и, конечно, это все потянет за собой влечение размеров бизнеса. То есть, мы надеемся на очень положительный результат. Ты еще раз в два вырасти. Это у нас прописано в стратегии, мы обязаны это сделать. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом программа «Код безопасности» подошла к концу. В нашей студии был Андрей Голов, вел передачу Василия Богданов. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин